Всем здрасте. Тут, кажется, Юля возжаждала хавчика на камеру, насколько мне известно, еще и горбушки над ним страдают. Короче, раз такая пьянка, я вообще хотела записать пустые баночки, был у меня час досада, но так как я еще есть собиралась, то уж решила поем на камеру, запишу пустые баночки потом. И то у меня так. Вообще, я как бы редак делаю, но так как там одного кусочка не хватает, а редак я всегда делаю для дохода, то вот, в общем, на середине редакта. Тут у меня как бы вареная картошка, сметанка из холодильника, кто не смотрел, крайний лох. А ну быстро пошли смотреть. Там вот эта сметанка есть. У меня, по-моему, даже в обзоре каких-то покупок было. Картошка с огорода. Фотик в этот раз стоит, морда и лица. Снималка из окна, где рут безумные дети. Безумно рут дети. Хотя сегодня они еще более-менее тихие. Ой, чувак упала. Да, я что-то внезапно ем детской билочкой. Какую рука достала, такую ем. Тут, в общем, морковка по-корейски, спаржа по-корейски, сметанка, соль и картошка с садом. Выкопанная рулей. Сама лично впервые в жизни, один раз, ну, в смысле, в первую жизнь и копала, так сказать, сама, до себя, в одно лицо. Вообще мне чай не греется. Да, вилочкой такой маленькой, что-то вообще где можно есть. Буду смотреть в камеру. А то я снимаю на штативе и не смотрю в камеру. Снимаю набегку с монитора. Куда вы смотрите? В душу вашу. Ой, блин. У меня тут тарелочка стоит в универсальной подставочке из фикса. Почему универсальная? Сверху ставятся тарелочки, стирается все это тряпочкой, переворачивается вниз и ставится ноутбук на нее. У меня сегодня 31 гаотигем. И в комнате как бы не то, что душновато, но хочется воздуха, вышло на воздух. Эффект тот же самый, вот набухнет, как бы окно и так ветерок проветривается. Вообще я как бы планировала помидорчик с огурчиком порезать, но в итоге решила, что надо еть и доесть. А я там этого салата, корейского, еще примерно 100 кг. Сейчас, надеюсь, должно быть видно так, как надо. Салат. И постепенно вставляю. Так, если вы не хотите видеть, что-то очень вкусные. Да, принош mention. Вот. Музыка. Какое-то очень вкусное. Вот, чем музыка. Очень вкусный. Мне очень вкусный. Какой-то вкусный. Ну, как наносить каши. Да, ему очень вкусный. И я также вкусный. Часок семь меня разбудил. Вопли такие кошачьи, прямо вот с балкона. Оказалось, что там через сеточку эту балконную, стеклопакетную, кот на другой стороне шарахается. Через яблони он ко мне прискакал. И пугает моего этого дурака, кота кастрированного, который изнутри сидит. Пришлось вставать и разгонять. Хотя он бы как бы в дом-то не пробрался бы, но, видимо, кот как-то не понимал. Паржи почему-то в этом салате было слишком мало. А на витрине было иначе. Там у нас дорогу все-таки начали. Перпендикулярно моему дому. И вот что-то каждый день практически ремонтируют, но как-то мусыны не там. Поэтому, если вдруг какие-то звуки такие шарахающие тут. Слышно вдруг? Вкусно. То вот тогда оно. Придется мне остатки салата закладывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Прискакивали. Одна прискакала даже на роли, где я там пою. Типа о ужасах. Я не поняла, то ли она спрашивала про текст, откуда у меня такое, то ли она спрашивала про мой голос. Типа как это ужасно. Не может, знаете, ужасно, что-то прикрепло. Ты вроде как отписавшаяся 300 раз за 300 лет. Я вот сегодня одна прискакала по поводу моих молочных зубов. Типа как я до такого накатилась, что у меня молочные зубы. Ну про молочные зубы я так и ладно не знала. Типа как ты с ними жуешь. Ну я так это вежливая, а я совершенно вежливая, в кавычки. По-доброму так и сказала. Ну ты же живешь без молок. И все не мешают как-то. Ну и сразу пошло истерии. Нет, ты детского сада. Типа ты вся такая плохая, но я все равно тебя буду смотреть. Я говорю, фига мазахин. Мне плевать, что ты вообще про это мне скажешь. Она два камента мне объясняла, как ей плевать. Это то, что я ей что-то там скажу. Хотя я как бы, ну, не могу сразу. Очень редко так, чтобы я сидела у кампании, видела, что вот камент там написался на то, что я ответила кому-то. И тут же вот прошло сообщение, что еще кто-то меня отпечатал, видел. Это как-то серия, люди думают, что если они до хрена быстро пишут, а я сижу с телефона, то я офигеть быстро прочитаю, еще тем более быстро отвечу на сообщения. Если при этом у меня, как бы, компьютер включен, и как бы видно, что я с компа сижу как-то в другой программе. И что, скорее всего, я, наверное, работаю или занят тупо. А я отвечаю, потому что дохреноведливая. Что мне надо повредить? Что, еще пишутся? Есть какая-то, кажется, песня такая, да, историческая вообще. Типа, что-то там пропишется. Пишут, пишут, пишут. Напиши, пиши. Тут вариант позвать кота, но я вообще как-то не представляю, что он мне сейчас замыло. Мне надо как бы ручей наивать. Ну, кучу я, наверное, тоже выйду. Короче, ломания халвы народом. Шоколадно-араписовая халва. Покупала в магазине 100 рублей, вот такая хрень стоила. 150 рублей килограмм при этом. Сколько тут? Чуть меньше килограмма, наверное. В магазине, который у нас называется «Шоколадница», как вот сеть кафешек в Москве, рука чажется. На самом деле, обычно это как халва. Ничего сперва этого. Местит ты, но. Я, наверное, не халву люблю, если чё. Не только финики. Я, правда, вчера, по-моему, финики. Три мягко мячила. Скучный какой-то стрелый вышел. Может, я просто тупо устала, потому что я там, ну, не то чтобы я все два часа с лишним говорил, потому что в основном я больше слушала. Ну, товарищ, а какая-то такая просто физическая проблема включилась. Ну, у меня, наверное, настроение было... Просто уловило его настроение. Хотя, как бы, смыслом до разговора было, ну, хоть чуть-чуть человека разуселить. Как-то отвлечься за классик мыслей. Как-то что-то уловило. Доброе утро. Конечно, в принципе, мы уже не любим. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Не знаю там, а потом, может, если успею перед деревней, то посмотрю какой-нибудь. И скачано, чтобы не получилось, как в прошлый раз, уезжала на 2 недели, и все программы, которые скачивала на компьютер, оказались либо куцами 7-дневными, либо вообще не работали. Хотя, учитывая, что там на 64 бит стояло 32 бита, и явно переустанавливалось перед тем, как мне продаться, и действительно, 45 дней они там думают, сдох он сам по себе, или ему кто-то помог, и только через 45 дней им не ответят или отпишут. Я-то думала, раньше просто было в течение этого периода, полтора типа месяца, там ремонтируется, или решается ремонтировать или нет. Ну, связной совсем вот этот такой дизлайк стал. Я, конечно, футик этот покупала, тогда он много, все нормально было, и то, что у него пластик хреновенький на жопке, это, конечно, не вина связного, но то, что потом стало идти. Даже тот факт, что раньше покупаешь какую-нибудь технику, у тебя распечатывается бумажка, и там ты ставишь подпись, и там гарантии, и все такое. Или хотя бы на чеке, а тут так вот, будто клиенты магазина связной, это так что-то. Будто не клиент делает отдолжение, что выбирает связной, чтобы там сделать покупку, а именно продавец делает отдолжение, что продают покупателю что-то. Как хорошо-то теплеенько на желудке стало. Да, я сейчас уже ничего не ем, я просто пью. Еще у меня тут лимончик, который я покупала специально на новоселье, которое во вторник у меня было, маленькое новоселье, просто в вторник. Я про него забыла, я говорю, ой, люди, я же забыла порезать лимончик в чаю. У меня за римка типа, а я, говорит, не пью, сейчас чай с лимоном. Другая тоже, старшая подруга, в общем, мамина подруга тоже как-то так ответила. Ну, в итоге, видимо, лимончик, может быть, в деревню со мной порезет. Главное не забыть про него, а то у меня как-то был лайм, две штуки. Один-то сломал, я как-то половинку съела, а половинка осталась, а другой совсем каменный стал. Короче, я про него забыла, и он окаменел. Но пришла подружка Маша, и она, ой, что это такое интересное? Я говорю, это лайм, он высох. Я говорю, наверное, есть-то его не надо. Он так раскусил, я говорю, нормально. Интересно, когда снимаешь мумбак, можно ли просто молча иногда вздохнуть? И попить чай. Ох! Здесь, короче, банки такие звуки, ха-ха-ха, ну, в смысле, хэ-а-а, типа выдох такой. Я за собой стала их замечать. Может, просто я не замечала, что эти звуки как-то действительно в буквальном виде были бы именно такими звуками. Интересно, слышно, как эти дети обсуждают паука? Или что они там обсуждают? В общем, всем спасибо за компанию. Всем пока!